Друзья мои, третье видео нашего интенсива. Напоминаю, что мне присылают планировки. Я выбрал три основные планировки. Это третье видео, в котором я комментирую планировки, присланные читателями, слушателями, которые попросили меня дать обратную связь. Напоминаю, если вы хотите сделать, чтобы я откомментировал вашу планировку, вам надо прислать мне примерно такую подготовленную. Можно какой-то некий бриф сделать дополнительный, и я ее прокомментирую. Еще второй формат. Я сейчас заранее не готовился, то есть я вижу планировку первый раз, вот вы мне прислали скрин, я как смотрю, так и вижу. То есть я в прямом эфире рассказываю свое мнение, поэтому какие-то вещи могут быть ошибочные, либо не учитывать вашу конкретную ситуацию, это не важно, потому что я рассказываю и для вас, если для вас будет полезно, но в принципе не для самого автора, а для того, чтобы понять, как надо мыслить для всех, как мыслит дизайнер, как мыслит арт-директор, когда видит планировки. Поэтому смотрите, слушайте, я думаю, что это будет полезно. В принципе, это вот будни дизайнера, будни арт-директора, которые постоянно, нон-стопом, каждый день комментируют работы, которые им присылают. Итак, поехали. Как всегда, мы входим с самого начала. Да, во-первых, что мы видим? Беглый взгляд нам говорит о том, что это одна комната квартира, что тут будет жить несколько человек, наверное, там ребенок тоже будет какой-то. В принципе, это не сильно важно, мы сейчас решения смотрим какие-то, а дальше пытаемся в процессе разобраться. Итак, заходим. Первое, что мы видим, это вход. Вход окей. Для того, чтобы входить, мы говорили всегда о том, что должен быть какой-то заплечик, чуть побольше, и лучше расстояние проставлять, когда вы присылаете на разбор, всегда лучше 900-1000 ставить, сколько тут по факту получается размер, для того, чтобы было понятно, сколько тут есть. Дальше, когда рисуете, понятно, что тут не профессионал рисует, но, скорее всего, имеет смысл сделать линии, которые вы делаете, ну, линейные, да, и мебель разным цветом. То есть, мебель помощнее, да, выделить, а линии поменьше. Тогда просто не будет забиваться, сейчас немножко тяжеловато просто будет комментировать. Ну, это так, как бы, по оформлению. Итак, мы заходим. Вот это какая-то штука, я не понял, что это такое. Ну, наверное, щиток может быть какой-то. Хорошо. Хорошо. Здесь мы видим шкафы. Шкафы всегда лучше помечайте, что вы выполнили основное условие, что шкаф у вас 600. То есть, это важная история, тогда будет все нормально. Если это шкафы для плечиков, то есть, лучше вот так вот помещать. Таким образом, понятно, что сюда вещи помещаются. Вот этот, как бы, такой стандарт. Все, мы заходим, отсюда смотрим, отлично. Дальше, сейчас я вижу, что еще отсюда как-то мы проходим. Как-то хитро шкаф отсюда открывается. Ну, ладно, сейчас мы до этого дойдем. Ванна. Ванну лучше внутрь открывать. Дальше. Стиральная машина, окей. Унитаз, окей. Вот такую лучше никогда не делать. Такой большой вопрос. Лучше встроенную делать в ванну. То есть, это такая какая-то колхозная непонятная. То есть, лучше всего более-менее в стройку. Тут, тем более, у вас она и так нарисована. То есть, условное обозначение. Вот лучше какую-то такую делать, современненькую. С ванной, окей. Душевая вот эта история. Ну, окей, может быть. Да, хорошо, может быть. То есть, лучше тоже встроенную ее сделать. Ну, хорошо. Принимается санузел в целом. Вот единственный момент, когда мы входим вот сюда, у вас вот тут вот очень уж узел такой совсем впритык. То есть, впритык старайтесь не делать. Да, вот видно, что тут вообще близко. Вот таким образом дверь будет к наличнику. В общем, здесь вот будет такой спорный узел. На него стоит обратить внимание. Дальше. Дальше идем куда? Давайте попадаем в основную зону. Что это такое? Тоже нарисована верхняя часть. Верхняя часть не рисуется. Я в прошлых видео говорил, 1100 у нас отрезка. То есть, когда мы режем сбоку, я рисую, да, верхние ящики у нас не рисуются. То есть, у нас отрезка вот по высоте 1100 по стандарту. Вот поэтому верхние ящики не надо рисовать на данный момент. Достаточно рисовать, что там внутри творится. Вот так, да, здесь умывальник. Все хорошо. Посудомоечная машина. Так, ну вроде как нормально, да. Если у вас тут будет штора, то их лучше указать. Если не будет, то тоже хорошо. Дальше я не вижу тут балконный блок, либо он открывается с двух сторон. То есть, если балконный блок, то тоже лучше его как-то зарисовать. Потому что иначе сейчас получается, что что это такое остров? Он пристыкован прямо к окну. Вот. Или к балконным дверям. И тоже непонятно, как это устроено. Возможно, все нормально. У меня просто нет данных. Дальше. Заходим внутрь. Что тут? Стул, стул. Хорошо, в принципе, имеет право на меня. Быть. Здесь тоже стул. Ну, окей, да, можно сесть хорошо. Дальше. Здесь у нас телевизор, окей. Телевизор, ну, в основном, человек, наверное, тут будет сидеть. Может быть, тут, да, лежать. Тут хорошо, да, в принципе, можно смотреть. То есть, я бы все равно сдвинул бы телевизор. Во-первых, телевизор можно побольше делать. Сейчас телевизоры дешевые. Вот. Их можно делать смелее больше. Вот. Здесь телевизор, я вообще не уверен. Я бы его не делал, потому что он непонятный. Сидит человек, тут телевизор. Это какая-то непонятная история. Если он точно нужен, его можно как бы вот сюда. Блин, я даже не знаю. Вот он ни туда, ни сюда. Его смотреть отсюда, что ли, только отсюда. Не уверен, что удобно. Вот этот будет загораживать. Ну, если нужно, можно повесить. Но если он вешается, он вешается тогда не на вот этот кронштейн. Кронштейн тут не нужен. Он заподлицо практически вешается и будет окей. Так, хорошо. В общем-то, это нормально. Вот тут какая-то зона, да, подозрительная, большая. Что тут делать? Плясать? Тоже я не понимаю. Может быть, тут йогой занимаются, либо бальными танцами. Ну, то есть, зона достаточно обширная, да, и если делать там какую-то гостиную, имеет смысл, наверное, все-таки, да, как-то, я бы не знаю, я бы все-таки вот так как-то бы сделал, что вот тут вот телевизор, да, как-то сюда смотришь. Ну, тут понятно, что непонятно, когда, но можно быть какое-то тут место там для чего-нибудь, для кроватки, да, может быть, ребенок будет для кабинета, да, если тут что-то нужно. То есть, вот эту зону как-то условно обособить, я не говорю, что закрыть. Но, с другой стороны, даже вот здесь вот можно закрыть какими-то стеклянными перегородками, да, и у вас еще один кабинет появится, либо еще одна комната там детская, либо комната тишины. И таким образом я бы вот, наверное, все-таки так бы сделал. То есть, диван какой-то, да, любой конфигурации, в принципе, может быть такой, может быть какой-то другой, да, может быть там диван плюс два кресла, либо еще что-то, которые смотрят телевизор. Либо два дивана вот так вот, либо три дивана. Ну, то есть, по-разному, да, в принципе, место это более-менее, я думаю, позволяет это сделать. В общем, я бы подумал все-таки на таком конфигурации, то есть, комната стеклянная, да, может быть тут даже шторы сделать. Здесь диван, да, какой-то с проходом, может быть даже впритык, не знаю. Тут надо думать, да, на самом деле. Но общий смысл, самое главное, функционально сделать еще комнату. То есть, комната у вас номер один получается вот это, комната номер два вот это, комната номер три вот это и кухня. У вас получается гораздо более многофункциональные зоны, чем сейчас, потому что сейчас вы туда отнесли, а здесь у вас место для танцев осталось, как бы и камон, зачем оно, пока непонятно. Может быть, какой-то тайный смысл есть, но я думаю, что такие проекты надо по максимуму отжимать функционально. Дальше мы входим, что это такое кровать, да, она отделена этими самыми шторками, тоже не уверен. Ну, понятно, что шторкой можно отделиться, но, наверное, здесь все-таки стоит двери делать, и двери такие с нормальной шумоизоляцией. Здесь, насколько я вижу, здесь дверь предусматривается какая-то, которая будет съезжать туда-сюда, но это не очень хорошо, потому что шумоизоляции никакой не будет. Если шумоизоляции не надо, тогда можно и дверь не делать, просто шторкой заграниться. Ну, если тут без гостей, без детей, в принципе, тогда ничего и не нужно сделать. Даже закрываться тогда не нужно, то есть у вас открытая вся история, то есть никого тут нет. А если кто-то есть, то шторка просто не спасет, да, то есть тут нужна какая-то дверь. Кровать окей. Расстояние вот здесь маленькие, достаточно маленькие, это не очень хорошо. И, ну, не здорово, короче, эта история, потому что придется тесниться. Вот сюда не зайдешь, сюда не зайдешь, заправлять неудобно. Нет, это неудобная история. Вот слишком тут все-таки мало места. 440, ну, совсем впритык, бочком-бочком, вот так вот, так вот неудобно будет. Я вообще сейчас даже, думаю, по-другому попробую сделать. Возможно, имеет смысл кровать чуть ли не тут поставить даже, кстати. То есть, ну, есть такой вариант, там, не знаю, как он вам будет, ну, подумай, на подумай. То есть кровать как-то вот здесь делать, сюда смотришь телевизор, вообще вот у окна, да, и она закрывается, например, да, и все. И здесь потом основная зона примерно вот такая, да, здесь можно телевизор поставить, здесь гостиную сделать. То есть тут гораздо больше места. То есть вот еще такой вариант возможен. То есть не тесниться внизу. Но можно тесниться и внизу, как вот вы сделали, но тут совсем уже действительно чуть-чуть тесновато, неудобно будет. И причем сделать ничего нельзя, меньше нельзя сделать. Ну да, то есть такая, просто неудобная такая история, большой вопрос. Особенно вот здесь вот, вот сюда вот просто не протеснишься. Совсем-совсем уж надо худеньким быть. Так, и здесь еще открывается. Вот тут открывание тоже достаточно неудобное. что сделать можно может быть вот эту стенку не надо городить вот эту стенку да может быть шкафы вот здесь все-таки чуть поменьше какие-то взять ну в принципе да если тут 600 не будет будет неудобно но с другой стороны они могут быть то есть надо посмотреть какое-то расстояние может быть 600 примерно вот такой вот эти 20 сантиметров без этой стенки вас спасут то есть будет и в одну сторону открываться и в другую таким образом ну да у вас бы такая проходная история но за счет того что вот эти стенки можно делать помощнее да тут будет какая-то и там внутри вещи у вас будет шумоизоляция возможно так сделать мне не нравится что тут 440 и тут 440 то есть как минимум 600 должно быть 600 здесь и 600 здесь ну или 500 ладно хотя бы 500 здесь и 500 здесь вот тут как бы это не соблюдается это не очень клёво может быть чуть-чуть вперед еще выйти да вот сюда ну тоже получается тут дверь впритык в общем вот здесь вот мало ну маловато место получать либо место 1600 поставить не 1800 1600 может это неудобно конечно будет то есть такой тоже вопрос ну и вот здесь вот совсем впритык то есть может быть вот эту часть тогда тоже выдвинут немножко вперед в общем мне не очень нравится спальня которая получилась и советы по функциональной зоне тоже дал возможно спальню перенести сюда возможно и подумать там дополнительное возмещение вот эта зона мне вообще непонятно я бы здесь вот все-таки бы сделал либо кабинет либо еще какую-то зону без ущерба для светопропускания за счет прозрачных конструкций да они будут стоить денег но зато вы получаете дополнительную комнату изолированную в принципе прикольно и интересно в принципе тогда на этом у меня все смотрели планировку если хотите научиться делать планировки приходите к нам на курс а где я учу быть дизайнером либо если вы домовладелец как самостоятельно сделать себе дом если вы работаете дизайнером то как проконтролировать его работу присылайте мне работы которые присылают вам ваши дизайнеры с точки зрения планировки с точки зрения дизайна цветовых сочетания, я смогу посмотреть и дать какую-то свою экспертную обратную связь. А если захотите научиться либо сделать, приходите к нам, вы научитесь и сделаетесь вместе со мной. На этом сегодня все, с вами был Санислав Орехов, присылайте мне ваши работы и я по мере возможности буду делать такие разборы. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями, до новых встреч!